Приветствую вас, Мария. Отвечаю на ваш последний вопрос, который вы задаете. Да, эта проблема ваша. То есть ваша проблема заключается в том, что вы боитесь. Страх, скорее всего, связан с прошлым негативным опытом. Который у вас был. И, соответственно, из-за того, что некие травмирующие обстоятельства были вам не усвоены. Опыт был не прожжет, эмоции были не отреагированы. Вы боитесь. Повторение. Данных ситуаций. Потому что, ну, испытываете боль, боитесь боли, и, в общем-то, поведение ваше, оно, в принципе, нормальное. Дальше. Стоит ли пожить с человеком? Ну, совершенно очевидно, да, что решение принимать можете только вы, за нас решение никто принимать. Не будет, я думаю, что это вполне, а справедливо, вот, потому что, человек, вы, в общем, взрослый, я думаю, что, я думаю, что, ну, самостоятельно можете принимать такого рода решение. Сложность здесь заключается, на мой взгляд, в другом. В том, что, ваше отношение выстраивается как-то довольно странно. Вы хотите с человеком пожить, но не принимая своего прошлого. Как не принимая прошлого человека, можно принимать самого человека, мне, честно говоря, непонятно. Какая база отношений, какая база, на которой выстраивается ваше взаимодействие? Вы говорите, что он врет. Вам и скрывают какие-то аспекты своей жизни. Но, если вы не принимаете его, то возникает вопрос, а так ли уж неправильно мужчина делает, что скрывает от вас какие-то свои особенности, какие-то свои моменты. Непринятие прошлого, к сожалению, тоже ваша проблема. Не связано с молодым человеком, вы видите в этом некоторую угрозу для себя. А угрозу человеку видит тогда и только тогда, когда он не уверен, что сможет защититься. Вот вопрос здесь, который вам нужно себе задать. Это то, из чего проистекает ваша неуверенность. Ваша неуверенность в том, что вы сможете защититься. Из чего проистекает ваша неуверенность в том, что вы сможете отреагировать корректно. Я думаю, что где-то примерно в этом направлении вам стоит двигаться и где-то примерно в этом направлении вам нужно смотреть. Дальше. Вы пишите, парень, всячески, а парень хочет сделать предложение, но я всячески пытаюсь разорвать общение. Страх его прошлого не дает мне покоя. Независимый человек на данный момент в ремиссии почти два года, работает консультантом и помогает таким, как он выйти из этого. Смотрите, если парень хочет сделать вам предложение, то он почему-то решил, что вы это предложение примете. А здесь главный вопрос. То есть, что-то его навело на эту мысль, что вы примете его предложение. Вопрос заключается в том, что именно и как связано его видение ситуации, его надежда на то, что между вами что-то может быть и ваше желание всячески прекратить с ним общение. То есть, как минимум, мне кажется, мне кажется, здесь есть противоречия, мне кажется, здесь есть взаимоисключающие такие вот моменты, да, что у молодого человека своё видение ситуации, у вас своё видение. И вот получается, что как бы никто не знает, а потом же, что думает другой человек. И так, я всячески пытаюсь разорвать общение. Пытаетесь разорвать общение, но если я правильно понял, у вас не получается что-то сделать. Почему-то. Идея здесь, наверное, в том, чтобы понять, что именно вас останавливает, вот, и разобраться в том, чего вы хотите. Потому что есть ощущение, что в отношениях с мужчиной вы крайне-некрайне не свободны себя чувствуете. Дальше. Страх его прошлого не даёт на покое. Зависимый человек на данный момент 32 года работает консультантом и помогает таким, как он выйдет из этого. Вы боитесь всего за его зависимости и важно понять, на чем основывается ваш страх. Взаимодействовали ли вы уже с зависимыми людьми? То есть, ну, был ли у вас такой опыт? Если был, то зима закончился. И, соответственно, какой вывод вы из этого сделали? Если сделали. Если вы сейчас снова взаимодействуете с зависимым человеком, то получается, что именно зависимые люди вас чем-то притягивают. Это, как правильно сказал мой коллега, влияние родительского сценария, которое нужно корректировать. То есть, вы стремитесь к состоянию жертвы. Состояние жертвы, конечно же, связано с низкой самоцергией, со страхом одиночества. Вот. Честный дом, второй довольно часто связано. Ну и еще некоторые есть вторичные, вторичные моменты, которые тоже на это влияют. Ну, не так глобально, как то, что я перечислил. Вот. Тут момент рассказать о своей болезни, скрыл, что занимаешься спортом, используя стероиды до последнего адреса, пока не показал вам все доказательства на своей переписке на форуме. Ну, здесь не совсем понятно, для чего вы искали самые доказательства. Вообще, вы искали самые доказательства. То есть, вот, это уже ваша тревожность. Да? Вот. Ваш страх. Вот. И, соответственно, с этим нужно разбираться, потому что, ну, по сути, вы проявляете здесь в какой-то степени, наверное, неуважение к личному пространству, да, человека. Так, до последнего отрицала, признал, сказал, что за фракет я могла не принять. Значит, я его просто не принимаю. Если будет цель, то здорового шанса не будет. Ну, вот, с подобным подходом вам будет довольно сложно строить отношения, потому что подобный подход, он предполагает все-таки какое-то такое постоянное, ну, постоянное доказывание чего-то. Понимаете? А, отношения все-таки это не про доказательства, отношения все-таки про такое, ну, более спокойное нахождение в них и более спокойное состояние стремления сделать, человека счастливым. Вот. У меня же есть стойкое ощущение, да, что не вы хотите сделать человека счастливым, а себя. Хотите сделать счастливее, да, через отношения именно вот с этим человеком, в том, что уверенности в том, что он сделает вас счастливым, нет. Нет, 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 а потребность в том, что он сделал вас счастливым, такая потребность и есть. И, как мне кажется, в этом вот противоречии, в этом таком расщеплении мотивов нахождения в отношениях, и кроется одна из основных ваших трудностей, потому что тяжело, тяжело находиться в отношениях, где вы постоянно вот, ну, озабочены тем, что человек может там что-то сделать и перестать, из-за этого перестать, ну, делать вас счастливой. Вот. И понятно, что, что вот в таком, ну, при таком раскладе вы, по-моему, ну, последнее, да, вообще последнее, что вас беспокоит, это, как бы, ну, счастье, счастье, вот, собственно, молодого человека, да, последнее, что вас беспокоит, и больше вы здесь переживаете за себя. Вот. То есть это, в принципе, понятно. Правда, не отменяет того факта, да, что это, в общем, проблема. Дальше. А, все это происходит с этим человеком, если есть недоверие, страхи, я его прошу. Ну, нет, конечно, да. Потому что это все будет на какой-то такой очень тревожной ноте, вот, и никакой естественности здесь говорить не приходится. Вот. Вы будете в какой-то степени молодого человека использовать для того, чтобы, вот, он вам постоянно доказывал, например, что все хорошо, или там, ну, как-то, как-то еще по-другому. Вот. То есть, ну, мне кажется, мы не готовы к отношению с ним. Мне так, по крайней мере, это видят. Например, не уверен, что вообще все это получится, но для опыта совместной жизни, или это может погнать в депрессию. Нет, в депрессии вас это обгонит. В депрессии вас это обгонит вряд ли. Но для опыта, получение опыта не лучшая мотивация для отношений. Все-таки хорошая мотивация, когда есть стремление сделать человека счастливым. Дальше, значит, так, ну, по поводу страхов я уже сказал. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго.